Добрый день, друзья! Не добрый день вам, не дорогие. Вот такое письмо я получил. Здравствуйте, Евгений! Как вы знаете, в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации с декабря 2022 года запрещена пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных предпочтений и смены пола. За нарушение положений этого закона предполагается ответственность для физического лица, в нашем случае автора книги, в виде штрафа размере до 200 тысяч рублей. Мы стремимся защитить писателя от таких штрафов. Нейросеть проверила на предмет наличия запрещенного контента книги «Гранатомет Эдуард Лимонов», «Мои истории», «Влад Листьев и взгляд», «Взгляд 30 лет спустя», «Брежнев почти танкист». К сожалению, в них был обнаружен контент, который может попасть под новые ограничения. Поэтому настоятельно рекомендуем проверить эти книги. Как там у Лаврова. Дебил, блядь. То есть вот я вообще не представляю, что нейросеть могла вот в этих книгах, в записках про Эдуарда Лимонова. Еще можно предположить, потому что Лимонов в своем романе я Айдичко описывал, как он, вернее, персонаж сосет хую негра. Я не знаю, упоминается ли вообще вот в моих записках эти фрагменты. Вряд ли, но окей. Однако про Брежнев. Брежнев почти танкист. Это вообще биография Леонида Ильича вот с точки зрения человека, который ходил в высшие учебные заведения в 80-е, с моей точки зрения. Какая-то может быть пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений и смены пола. Ну, не знаю. Или книжки про взгляд. Про молодежную редакцию. Ну, только если не сказать, что все мы были пидорасы. Вернее, я-то в штате молодежной даже не был, так сотрудничал по касателям. Я просто, честно говоря, бахуе. Знаю, что не любите ненормативную лексику, но из песни слова не выкинешь. Здесь по-другому не скажешь. Нейросеть, блядь. Это та самая нейросеть. Знаете, эта нейросеть забанила в Ютьюбе популярнейший канал хорватского гроссмейстера, потому что там употребляли слова «белые» начинают и выигрывают. Вот в рамках БЛМа и всей борьбы с белыми забанили Ютьюб-канал. Нейросеть – это вообще страшная вещь. Страшная. Нам еще предстоит вообще в полный рост с ней бороться. Ну, ладно, песня совсем не о том. Я даже не собираюсь проверять данные книги. Это там четыре из, может быть, десятка или двух, изданных в этом издательстве. Потому что знаю, что про смену пола я мог упоминать, наверное, может быть, в каком-то контексте, но уж точно не пропагандировать. Короче, есть поговорка. «Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Вот расшивают лбы. Нет, не только у нас. Это вообще такая глобальная история. Своя-то рубашка ближе к телу. Вот, а что такое пропаганда нетрадиционных предпочтений? Вот я сейчас вам покажу, что я подразумеваю. Вот посмотрите, что в заокеанских детских садах происходит. Какие там утренники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что в целом люди недооценивают возможности искусственного интеллекта. Я пытаюсь убедить людей притормозить, замедлить его развитие и, в конце концов, взять этот искусственный интеллект под свой контроль. Однако это бесполезно. Я пытаюсь уже на протяжении многих лет. Похоже, никто не понимает, к чему это может привести. Я действительно близок. Нет, даже слишком близок к передовым достижениям, связанным с развитием и внедрением искусственного интеллекта. И это чертовски пугает меня. В предыдущей своей книге достаточно откровенной о взгляде, «Битлоперестройки», по-моему, она называлась, да? Единственное, о чем ты умолчал, мне кажется, это вот как раз о той самой версии, связанной с гибелью Влада Листьев. Ты не упоминаешь там ни заказчиков особого преступления, ни убийцу не называешь, хотя там, в общем, что-то где-то как-то прослеживается. В этой книге какой-то свет проливается на тот вопрос, о котором зрители сейчас... Нет, эта книга, она в основном все-таки построена на... Это оценочная. То есть я таких людей, своих коллег, таких как ты, журналистов... Опросил. Да, их мнение по разным аспектам. Ну и, конечно, и самих участников проекта, как принято сейчас говорить. Я, конечно, с ними встречался и записывал отдельное интервью. Но в основном мне было интересно узнать, как оценивают люди сейчас 30 лет спустя. И мушкетеры, перестройки, это название, оно вовсе не романтизирую я, ребят. Потому что я имею в виду... Не сравниваешь с достойнами и теми самыми. Откнуть, я имею в виду, что вот эту формулу, один за всех, все за одного, они выполнили только наполовину. Потому что все за одного не были. Один за всех Влад получил пулю. Любимов один за всех получил акцию телекомпании МИД. Мукусев один за всех получил вот этот вот астракизм. Просто по голове получил. Да, вот. И поэтому все за одного не получилось. То есть девиз сюда мушкетерски совсем никак не катится. Хотя начиналось все в самый первый период. Очень романтически. Вот первых два года. Поэтому, когда я сейчас читаю в комментах часто, что там развалили страну, что мечтали только о деньгах, хотели там нажиться, работали на КГБ, на ЦРУ, на МОСАД. Ну, мне очень обидно, потому что я помню вот этот драйв и этот в хорошем смысле слова пафос, пассионарность, с которой все это делалось. То есть начиналось все абсолютно по-честному. И, в общем-то, я считаю, что взгляды это геройские. Я себя, как я уже обозначил, я в большей степени летописец, скажу. Скажи летописец. Ты сам себя вот эту пассионарность, вот этот геройский взгляд, с какого периода сам помнишь? Нет. Ты когда становишься взглядом? Нет, я совершенно искренне считал, что меня в любой момент могут арестовать. Мы когда с любимым эсерстом везли кассеты, записанные из Ленинграда, мы там привязывали их к телу. То есть реально считали, что могут задержать. Ну, потом реально были наезды. Был, я помню, в Нижнем Тагиле устный выпуск с Димой Лихановым. Я не знаю, знакомки с Дмитрием. Знаком, да. Ну, к нам в гостиницу просто пришли люди из местного КГБ, сказали, кто вам разрешил? Это статья, это антисоветская пропаганда. Вот. И так хорошо я блефанул. Я говорю, мобильных же не было никаких. Я говорю, оставьте свой служебный телефон, вам позвонят, и все объясняют с Москвы. И вот как-то я так, они так немножко опешили, так потоптались, ушли. И один мне сказал, немедленно в аэропорт, нафиг отменяем завтрашнее. Это просто потому, что... Вы дёру дали, да? Ну, конечно. Ничего не оставалось. Ну, арестовали бы, и что там в этом Нижнем Тагиле? Нет, это всё было пограничное. Это очень пограничный выпуск, который не вышел в декабрьские 90-го года. Там же Иван Демидов, Иван Иванович Демидов, он же такой придумал заход такой в эфир, что сидят взглядовцы, что сидят взглядовцы Захаров, Листьев и Любимов, и вспоминают... То есть, они в робах сидят у костра. Здесь в Останкино снимали, да? Снимали, да, у Прудика, и вспоминают своё взгляд. Якобы в сибирских лесах сидят, да, ребят? Уже, да, да. Поэтому, могу и так, уголовное дело против Любимова возбуждалось за изнасилование. То есть, это в чистом виде была провокация. То есть, и головы краили, и сбивали. Так что, всё это было так вот достаточно рискованно в самом начале. И ни о каких деньгах, ни в 87-м, ни в 88-м речи не было. Деньги появились вот в году в 90-м. Попозже появились. Да, но сразу много. Сразу много зато, да.